всем привет сегодня буду чистить кастрюлю вот я не в этой сотейнике в этом же жарю как во фритюре кстати когда маленькая кастрюля маленький объем кастрюли когда меньше уходит масло растительного когда жаришь во фритюре но естественно она выливается и вот вот так у вас что превращается кастрюль кальцинированная сода объем кастрюли у меня небольшой я беру 2 столовые ложки кальцинированной соды и обычный клей целый флакон выливаю клея и воды 2 столовые ложки соды и силикатный клей 110 грамм даже не в миллилитрах включаю огонь таким способом чистила кастрюлю моя мама в советском союзе вот растворилась вся сода моя еще не кипит вода опускаю сюда вот потихонечку начинает закипать вода вот я только еще даже не закипела вода уже оттерлась вот такой результат выключаю вот эту сковороду нагрелась вода считайте еще не закипела практически чтобы не было паров лишних на кухне вот просто и в нее допускать все кастрюли какие мне надо почистить маленькую нагрела я только ее нагрела вот так выглядит кастрюли все вся весь нагар уходит теперь просто помыть ее грязная сковородочка маленькая тоже опускаю в такой раствор опустила на минуту и вот так опять же вот этой тоненькой губочкой вот так отмылась беру просто меланиную губку она уже у меня грязная и просто полирую вот помыла и на некоторых местах появляется вот такой белый налет вот как опускалась беру обычный уксус столовый диск вот здесь такой белый налет выглядит вода после того как я помыла три донышка кастрюль маленьких кастрюль вот так выглядит донышки кастрюль когда-то мои наблюдения вот мне надо помыть и это подходит только для того чтобы помыть нижней части кастрюль именно вот когда они такие пригорелы сильно пригорел и когда их трудно отодрать вот я опускаю буквально нагрела минуту вынимаю и сразу начинаю отдирать я не даю долго находиться вот такой нержавеющей кастрюле в этом растворе раствор очень сильный и потихонечку лучшего так опустила вынула потерла потому что оттирается хорошо лучше потихонечку слоями оттирать но не кипятить для того чтобы не появлялись вот эти такие белые как налет белый налет это все-таки клей и сода она просто приклеивается к кастрюле потом я будет очень трудно отодрать вот так по минуте держа занимая из снимая этот раз налет все равно мне где-то были разводы я вот протерла уксусом уксус нейтрализует клей и соду как растворяет и вот у меня нету этих белых разводов сковороде но вот делать быстренько не подходит для стекла не подходит для алюминия он тускло становится он не темнеет он просто тускло становится ну вот для такого нагара с вот этих стальных сковородок с эмалированные эмалированные кастрюли это отличный способ быстро достаточно быстрый результат не надо прям вот мучиться пока до новых видео и аккуратно с этим раствором не разбрызгиваю потому что если где-то прилипнет к плитке это же все-таки клей или к сода то потом будет трудно отделить потом что будете отказ мыть плитки везде просто выливаю браковину